Всем привет, дорогие зрители. Мы сегодня приехали в очень известный ресторан, который называется Парк Оуруман. Кто желает, может прийти сюда, позавтракать, отдохнуть. Очень огромная территория. Хвойный лес. Сейчас я вам постараюсь показать. Потом мы снимем отдельное интервью. Тут кропатки, павлины. Можете приехать с семьей. Очень классно. Тут даже есть внутри камин, специи. Мельница даже есть. Советую всем. Можете здесь купить настойки, мед, тому подобное. Вот натуральный мед. Находится где-то 20-23 километра от Аланьи. Мы пока позавтракаем и снимем потом интервью. Вот такой лес. Летом здесь вообще классно, прохладно. Даже здесь лошадь. Можно покататься на ней. На данный момент еще ее нет. Курочки. Там гуси с верхней стороны. Можно с детьми приходить сюда. Павлины. Павлины. А, зови. А не, я. А не, я. Дочки, понялись. Да. У меня рука не лезет. Тяжи ее пойдет. Я тебе дерь. Так, сейчас мы пойдем себе самовар возьмем и будем пить чай. Томашняя курица. Шашлык делают, масшлык делают. Дрова. На верху с той стороной конюшня. Мы коня нашли внизу, а потом подняли. Тут мельница. Вот такой домик в деревне. Смотрите, какой большой пень. Там есть также готовая зона пикника. Здесь конюшня. Не знаю, когда сезон уже откроет. Майя, наверное. Для детей там. Вот как красиво. Птички поют. Тишина, спокойствие. Вот в той стороне есть зона пикника, столы, втулья. Сейчас я покажу. Там люди отдыхают. Вот видите, сидят. Мы сейчас с семьей, друзьями сядем и отдохнем, выпьем самовар чай. И потом пойдем по домам. Что так? Не хочет там давать, да? Я больше курицу. На. На, дай. Да. Мы отобрали. Она это хотела. Все, все. Не мучай, да? Не мучай. На, все. Что такие? Они, Ля, смотри, как-то тут. На, хотя бы ты. Другая курица своровала хлеб. Другая курица своровала. Больше нет? Э, без пальца меня хотите, да? Все. Тут вот, если подниматься с той стороны в эту сторону, где курочки, тут у нас кролики есть. Их, какой лохматый. Тут что есть? Тут голубь. Или маленький петух, конечно. Курица, что ли. Сарты какие-то. Это как называется? Как? Цесарки. Цесарки. Все-таки грязные. Ну, грязные, помыть пока. Тут ничего нет. Съели, наверное. Тут тоже съели. Ага. Здесь тоже уже съели. Все, больше ничего не осталось. Ну, как, Андрея, понравилось место? Место. Ага. Кролик интересный. Но, те курицы, это жарят. Шашлык делают из этих куриц. Да, да, сельские. Нарцизы. Ресторан называется Парк Орман. Прогуглите или на Яндексе. И вас карта привезет на место расположения вот этого потрясающего места. Дорогие зрители, сегодня был попутный ветер. И нас попутным ветром занесло на этот маленький-маленький пригорчик. И мы решили отметить все знаменательные события путем поджигания самовара турецкого. Ответственный момент. Загорится или нет? Рано закрываешь, Агася. Мне кажется, пусть разгорится. Потом закроешь. Загорится и загорится. Вот такой вот настойчивый мужчина. Да, кайфуем. Сидит и кайфует. Так, Агася, расскажи, что внизу видно. Внизу видно вся эта природа. Крепость Алании. Подойди туда, скажи. Ну, крепость Алании, да, ее видно. На полуострове. Ну, конечно, далековато. Но, в общем, более-менее черта не видны. Мы поднялись на ТП или Бэкташ. Где-то вот так. Ну, на зону поднялись. Тут дорога, скажи, вот в эту сторону. Вот на этом серпантине. Поворот. Места, конечно, очень живописные тут. Холмы, маленькие горы. И прямо в этих горах живет народ. А вот тут ездят местные люди. На гоночных машинах. Типа металлолом. И тем не менее она едет. Удивительно, даже заехала. Места, конечно, живописные. Сейчас хорошо, солнца нету. Приятный освежающий ветерок. Хорошая компания. Замечательный горный орел по имени Агаси нас пригласил. Смотри, что здесь отдельное место. Там тоже есть отдельное место. Да, вы можете спуститься. Но осторожно. Там вид на деревья будет. Да, ну там, конечно, вида не будет. Давайте приближение сделаем. Если было бы солнышко, было бы жарко, но было бы ясно все видно. Море. Зеленое вот это море на данный момент. Влажность высокая. Да, влажность высокая. Но зато, смотри, дым какой. Дым замечательный. Повернем, 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 повернем. Так, так, так. Посмотрим, там как горит, горит. Хорошо горит. Да. Да, главного пассажира. А, там тут. Пассажир. Здесь теща с дочкой. Проснулись? Не уснули? Привет. Так, потом снимем маленькое интервью, пускай чай будет готов, да? Парк не хочешь? Да, жена там, Андрей. Всем привет скажете, да? Все стеснительные все. Привет. Привет, да. Да. Все, чай готов. Наливаем. Процесс называется «Чаепитие в горах». Да. Главное на разливе – Агаси. Один выходной, надо же, как-то отмечать. Подпольная крышка, горный орел. Да. Спасибо. Олег, а ты сопровождай, когда он наливает, относит, где-то, как на людей, так самое, чтобы было видно, куда он делся, чем идет и к кому идет. Ага. Советую всем так – купить самовар, отдыхать. Очень классно. Выезжай в горы, да, и угощайся в чай. Что там можно? Венега. Возьми, а нету, дай. Девочки, иди, ты играй. Осторожно, 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 осторожно. Считай мне. Так, Андрей, держи, держи, держи. Ну как, Андрей, понравилось горы? Нормально, все прекрасно. Это прекрасно. Угу. Как пел на солнце. Лучше горы может быть, только горы. Только горы. Слева горы, справа горы, а в далеке Кавказ. Только вы на ней. Ага, сейчас. Это жена познакомилась. Это теща моя. Всем привет. Ты дочка. Всем хорошего. Вот. Да. Вот. Давно говорят, познакомился. Мил, познакомил. Дорогие зрители. Те, кто желает продать недвижимость в Алании, обращайтесь. У меня именно срочная продажа. Я буду двигаться по рынку, чтобы вы были в плюсе. Мы сядем, обсудим насчет цены квартиры. Я как эксперт по недвижимости и агент также оценю вашу квартиру и выставлю на нашем канале на продажу. И также у меня есть рассылка по всем агентствам недвижимости в Алании. Кто продаст, тот продаст, потому что вам нужно срочно ее продать. У меня маленькая услуга за эту работу, за столом все обсудим. Вы, если будете честны со мной, то я буду честен с вами. Вот такой у меня метод работы на этом рынке в Алании. Он сложный, но стараюсь честно работать и дальше. Это может также подтвердить... Могу я внести? Нет, нет. Хорошо. От себя. Я хочу высказать. Во-первых, мысль следующая. Рынок недвижимости, с моей точки зрения, это омут. И в этот омут бросаться без хорошего поводыря я бы не советовал. И прежде чем в него бросаться, узнаете актуальные цены, актуальные процедуры. Есть ли какие-то заморочения. Сейчас, например, в связи с наплывом покупателей, очень много сложностей по оформлению. Некоторые приезжают, думают, что на неделю, а им приходится на 2, на 3, а то и на месяц ждать, пока это все оформится. Поэтому самое правильное, если у вас есть представление о том, что вы хотите, если нет, позвоните Агасе, он вам расскажет, что можно купить. Примерно за какую стоимость. И следующий мне маловажный вопрос, надо у него выяснить все процедурные вопросы. Сейчас осложнись они реально. И порой хозяева меняют цену. Ты договариваешься, через день он говорит, рынок поднялся, все, сделка срывается. Это один момент. А другой момент, что меняются и процедурные вопросы. Каждые 2-3 дня что-то будет. Да, меняется даже законодательство, к сожалению. Гражданство 400 долларов должно быть, но не знаю, 1 мая будет закон или на следующей неделе, вот понедельник может выйти закон. 400 тысяч евро. Доллар. Причем кадастровая стоимость, то есть реально 700 тысяч. Кадастровая стоимость этой квартиры должна быть 3,8 миллиона лир. И недвижимость хозяин должен быть турком. 5 лет как минимум должен прожить там, гражданин Турции. После этого вы можете купить ту квартиру, виллу и там. Но это нюансы, которые, если человек интересует, он задаст этот вопрос. Сейчас, я думаю, не стоит грузить людей этими вещами. Мы отдохнем, чай уже скипел. Так, пожелаем вам удачи. Пока-пока, скажи. А, не, скажи пока-пока. 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 Да, она занята. Кажди. На. Настаящая лизгинка, да? Да. Пока-пока. Чего?